Хотел бы сказать, что США продолжают упорно игнорировать предложение России по механизмам коллективной безопасности и также просьбы не пересекать красные линии, очерченные Москвой. В частности, это касается продвижения и расширения НАТО на восток. В связи с этим два вопроса. С чем связано, как вы думаете, это молчание и будет ли Россия его терпеть? И сможет ли, в принципе, коллективный Запад принять предложение России по мирному существованию? Спасибо. Да, спасибо. Вопрос сейчас, наверное, наиболее актуальный. Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются. Вчера об этом подробно говорил президент Путин, выступая на расширенной коллегии Министерства обороны. Я, конечно, упомянул, что в ходе последнего телефонного разговора, видео, даже конференции с президентом Байденом, они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает. Мы представили свое видение возможных договоренностей. Один документ касается отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Он называется «Договор по вопросам безопасности между Российской Федерацией и США». Второй документ – проект соглашения о решении проблем безопасности в рамках отношений России и НАТО. И, несмотря на то, что господин Столтенберг, генеральный секретарь Североатлантического альянса, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления, но он, правда, скоро собирается уходить, у него кончается срок в конце года, говорят, по слухам идет работать в Центральный банк Норвегии, ну или хочет, по крайней мере. Но в Центральном банке нужно очень четко и выверенно делать то, что лежит в основе функционирования того или иного учреждений. Так вот, в основе европейской и евроатлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств, в том числе ключевой, краеугольный принцип равной и неделимой безопасности, в соответствии с которым, прямо записали главу государства и правительств, ни одно государство в Евроатлантике, ни один участник ОБСЕ не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других. Поэтому, когда господин Столтенберг громогласно и достаточно арагантно, я бы сказал, даже высокомерно заявляет, что никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора, в соответствии с которым двери открыты для любого потенциального аспиранта, желающего присоединиться к организации Североатлантического договора, мы не являемся участниками этой структуры, не являемся подписантами этого договора, но мы являемся, как я уже сказал, подписантами более широкого, общерегионального, евроатлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности. И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплен в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, действительно ему пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется. Что касается реальной реакции, не риторической, о которой сейчас я упомянул, о реальной реакции, я бы сказал, она деловая со стороны наших американских коллег, состоялась серия разговоров на уровне внешнеполитических помощников президентов России и Соединенных Штатов, и вот по итогам очередного контакта, по сути дела, согласованы организационные модальности дальнейшей работы. Условлено, что в самом начале следующего года первым раундом должен быть двусторонний контакт между нашими и американскими переговорщиками. Их имена уже названы, они приемлемы для обеих сторон, после чего мы планируем в обозримой перспективе, тоже в январе хотим это сделать, задействовать и переговорную площадку для обсуждения второго документа проекта соглашения между Россией и странами НАТО. Ну и президент общался на днях по телефону и с президентом Макроном, и с канцлером ФРГ господином Шольцем. Их тоже интересовала эта тематика, и наш президент подтвердил, что мы также будем выносить вопрос о гарантии их безопасности и на площадку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Так что вот таких три трека вырисовывается по вопросу о том, что их нужно задействовать. Есть, по-моему, согласие, по крайней мере, между Москвой и Вашингтоном точно, но не вижу причин, по которым такой подход противоречил бы интересам любого другого государства в нашем общем регионе. Вот. Ну и, конечно, вопрос у многих возникает, а что если? Американцы сказали, что целый ряд озабоченностей, которые содержатся в наших документах, они готовы обсуждать, целый ряд неприемлем, и, в-третьих, что у них у самих есть тоже свои озабоченности. Мы готовы их рассматривать, но пока нам еще их не представили. Так что при наличии понимания по организационной стороне дела, по содержанию, конечно, предстоит еще огромная работа, но, как сказал президент, она не может быть бесконечной, потому что угрозы нагнетаются вокруг нас в течение последних десятилетий на постоянной основе, вплотную уже натовской военной инфраструктуры приближается к нашим границам. Нас регулярно обманывали, начиная с устных обещаний и кончая даже политическими обязательствами, которые были записаны в основополагающем акте России и НАТО. Поэтому на этот раз, как сказал президент Путин, мы настаиваем исключительно на юридически обязывающих гарантиях. При понимании в то же время, что Запад, если ему захочется, может и юридические гарантии нарушить элементарно, как это и выйти из этих договоренностей, как это бывало и с договором о противоракетной обороне, с договором по ракетам средней и меньшей дальности, с договором по открытому небу. Но тем не менее, юридические гарантии, все же их несколько сложнее заматывать и забалтывать, как он выразился, чем устные или политически зафиксированные обязательства. Так что мы открыты к этой работе и будем делать все, чтобы нас поняли. Надеюсь, что с учетом тех действий, которые мы предпринимаем по обеспечению, надежному обеспечению своей обороноспособности, нас будут воспринимать всерьез. И мы всегда подчеркиваем, что мы заинтересованы в деполитизированном сотрудничестве, в том, что касается двусторонних связей. А в том, что касается многосторонних структур и организаций, то, конечно, мы отстаивать будем, как и большинство латиноамериканских стран, ценности, нормы, цели и принципы Устава Организации Объединенных Наций. Кстати, в прошлом году по инициативе Венесуэлы была создана группа друзей в поддержку Устава ООН. Она быстро набрала уже более 20 сторонников. И я уверен, что дополнительно страны, в том числе Латинской Америки, к этому механизму присоединятся. Он в известной степени отвечает на попытки Соединенных Штатов и их ближайших союзников уходить от международного права и все чаще опираться в своих высказываниях, в своей аргументации, в своей политике на изобретенный ими самими миропорядок, основанный на правилах. Правила, которые формируются в их узком кругу, где никто альтернативных точек зрения не высказывает, где нет споров, а, соответственно, там и не рождается истина, как известно. Продолжение следует...